Перед сложным выбором оказались мы на этой неделе, выбирая дату, значимую для современной культуры. В начале недели – День анимешника. В конце – юбилей Леонардо да Винчи, 570 лет. В общем, выбор, мне кажется, очевиден. Поэтому мы и знакомим вас с персонажем японских манго, аниме и игр серии «Судьба» «Fate Grand Order». Фигуристая и глазастая, как в аниме полагается, Леонардо да Винчи здесь барышня. Я не специалист, но слышал, что для аниме это вполне обычное дело. У него, у нее, в общем, тут убедительная легенда. Призванный бороться со злом гений Возрождения вернулся с того света в образе своего главного шедевра – Жаконда. Ну, и понеслось. Надеюсь, таким он и останется в вашей памяти. Ну, во всяком случае, от нашего выпуска. Ну, просто потому, что начнем мы вспоминать все это бесконечные, всех этих цитат, отсылок и заимствований только этого произведения, да, вот, в современной культуре, неизбежно потоним. Абсолютный гений, визионер искусства и науки спустя полтысячи лет остается загадкой, откуда вообще он все это брал. И раз уж речь зашла о фантастике, Роберт Хайнлайн дает ответ в романе «Дверь в лето». Леонардо – это путешественник во времени, он застрял в 15 веке, вот, и пытался дать о себе знать. Может, и забавно, но все – это почти факт. Практически нет областей знания, в которых бы он не проявил себя. Точные науки и инженерия, литература и социология, политика и военное дело, кулинария и спорт. Впрочем, мы ограничимся изобразительным искусством. Известные всем шедевры «Мадонна Лита» и «Мадонна Бенуа» без комментариев. Мадонна Лита Мадонна Лита Мадонна Лита Субтитры сделал DimaTorzok